Нормально всё. Удобно ли тебе? Удобно? Да. Бабка, бабка, согласируй меня. Обязательно, сейчас. Она называется «Клайн боевая одежда пожарной». Она состоит из пульс, штанов, сапоги, средства защиты для пожарной. Плюс ещё идут краги, также поезд, на нём карабин, дитофор. Сколько это весит? Ну, примерно, я думаю, килограмм восемь. А за сколько пожарный должен успеть одет? Семь минуты, сто процентов должен выехать. Мы берём штаны, в них запрыгиваем, накидываем лянки. Дальше у нас идёт росток, к сожалению, из-за погоды не получится показать. Вот таким способом всё здесь застёгивается, одевается каска. Садимся, одеваем поезд. Всё, мы готовы ехать. Вперед, вперед, вперед. Кошее спасибо. Расскажите вашу легенду, то есть как так получилось, что вы попали в аварию? Исправиться с управлением на скользком участке. Машина загорелась? Машина загорелась, да, спали в курет. У вас нога сломана была? Да. Сейчас я вижу, что все хорошо. Сейчас все, спасибо. Задачи справились? Так точно. Расположено пожарно-техническое вооружение, то есть оно все разложено, и каждый боец знает, где что лежит. Это напорные рукава для непосредственно прокладки линии, сушения пожара. Здесь, видите, гидро, значит, спасательный инструмент. Необходим, допустим, даже бензорез, необходим для вскрытия дверей. Для удобства лично встала сделана автоматическая подмозка, она открывается. Непосредственно нужно не сразу забираться, а все удобно. Угу. Сколько человек в этой машине обычно находится? Боевой расчет здесь шесть человек, непосредственно и водитель. Мы в этом году пускаем в строй новую пожарную часть. Это на улице Некрасова. Сейчас идет госприемка. В прошлом году пожарно-спасательными силами, напомню, что спасено более 770 человек. Уже в этом году порядка 120 человек мы спасли. Кроме того, есть экономический эффект от нашей работы. Это спасенное имущество более чем на 70 миллионов. Поэтому служба важна, служба востребована. И те 370 лет прошли недаром. Это праздник напоминает нам о ежедневных трудовых буднях, о подвигах тех, кто осветил свою жизнь в этой непростой профессии. А профессия пожарная требует от человека сильных личных качеств, мужества, дисциплинированности и самопожертвования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова